Привет, друзья! И сегодня я начинаю рубрику отчетов о прочитанном. Вот. И у нас, в принципе, с вами такая внушительная стопочка, но это, к сожалению, не за месяц, потому что так как-то сложилось, что я в этом году очень мало читала. Ну, такой был сложный год, я вам уже не раз это говорила. Вот. Поэтому где-то читать я начала, наверное, с лета. Уже так основательно. Но так как давно не практиковалась, скажем так, где-то года в три я вообще практически не читала, то у меня получалось где-то вот по две книжки в месяц. Обычно больше выходит. Но тоже еще не всегда есть время почитать, поэтому вот так вот. Давайте же начнем. Начнем мы вот с такой книги. Брала я ее у друга. Люблю я всякие-таки ужастики. Вот. Давайте я вам небольшой сюжет прочитаю, как здесь на обложке написано, и потом расскажу свое мнение. Значит, побоище с живыми мертвецами уцелела лишь горстка людей. Федеральный агент Марган Сейс очень обеспокоен исчезновением одного из выживших подростков и необычными событиями в морге Альбукека. Неужели кошмар вновь повторится? Все говорит о том, что живые мертвецы решились на новое вторжение. И очевидно, что их первой задачей будет похочеть всеми, кто устоял в предыдущем нападении. Поэтому выжившие должны поскорее собраться вместе. Для меня Бриджит Обер, это, по-моему, женщина, незнакомый автор. Вот. И мне понравилось название, поэтому я решила прочитать. На что, как бы, у меня был такой комментарий, да, что типа тебе не понравится, там про мертвецов восставших, там что-то такое, типа зомби. А я зомби не люблю. Ну, фильмы не люблю про зомби. А так, не знаю даже. Вот. И, наверное, отступление лирическое, наверное, я единственная во всей вселенной, кто не смотрел Ночь восставших мертвецов. Ни разу. Ни старую, ни новую версию. Так вот, давайте продолжим. Книга, я вам хочу сказать, совершенно не о мертвецах. То есть, да, они там есть, конечно, несомненно, они там присутствуют. И это, как бы, основная, скажем так, цепочка сюжетная. Но, по мне, скажем так, то есть, как я поняла эту книгу, это книга не о мертвецах вовсе. Это книга о том, что мы все живем в матрице. Помните фильм такой? Что все за нас уже кто-то спланировал. Все наши действия, то, как мы должны себя вести. И то, что, в принципе, жизнь так лична. То есть, она повторяется из века в век, или там, из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие. Вот, и я бы вам сказала, что это книга о добре и зле, о Боге и о дьяволе. Ну, не знаю, по крайней мере, я ее так поняла. И в конце, то есть, концовка, она очень неожиданная, очень такая, прям, как? То есть, вот так вот было у меня. И концовка, она раскрывает, собственно, всю суть книги. То есть, вы сразу понимаете, что, блин, она действительно совершенно не о восставших мертвецах. Вот, так что, короче говоря, ну, на самом деле, книга не нудная и в то же время не слишком уж захватывающая. То есть, это, она из двух частей, Алиска играет с бантиком. Она из двух частей. Первая часть читается очень долго как-то, или наоборот, очень быстро. То есть, я даже уже и не помню. А, нет, первая часть прочиталась очень быстро, то есть, буквально на одном дыхании. Там, как бы, очень много, много, не сюжетов, а, как сказать, много каких-то событий. И они прям один за одним. И очень быстро все происходит. Вот. А вторая часть, она такая более нудная. Там, как бы, продолжение истории идет. И уже как раз вторая часть, она раскрывает весь смысл книги. А концовка, это так вообще, вот, просто знак восклицательный ставит. Вот. И книга... Ну, я бы не сказала, что там вторая часть нудная. Она тоже читается довольно быстро, если вы погружены, если вам это интересно. Вот. Так что, для любителей завернутых сюжетов, детективов, каких-то ужастиков, советую. Потому что вы, может быть, любите восставших мертвецов, но если вы действительно поймете книгу до конца, как, наверное, поняла ее я для себя, то она совершенно не об этом. И это как раз интересно. Не знаю, поняли вы меня или нет, но, несмотря на то, что книга про живых мертвецов или, там, восставших мертвецов, она, в общем-то, не совсем о них. В общем, мне понравилось, а я люблю шлять и ужастики, и детективы, и расчлененку. Вот. Затем, если помните, я показывала в обзоре на покупку, были две книги из этой серии. Вот эти вот смазанные буквы, я имею в виду, и какая-то круглая картинка здесь в тумане. Вот. Первое, первое, что я прочитала, это была книжка «Все совпадения случайны». Ну, она заявлена как детектив, я вам хочу сказать, что это не совсем детектив. Прочитала я ее буквально, наверное, за неделю. Она, ну, не очень толстая такая. Я даже не знаю, что сказать. Это не детектив. Это такой драматический роман. Причем очень длинный и местами очень нудный. Вот. И этот роман, он рассказывает о женщине, у которой появилась книга, ну, пусть то же самое в описании написано, в которой попала случайно книга. Она начала ее читать. Какая-то таинственная книга, никто не знает, чья она. Она начала ее читать и по сюжету понимает, что, типа, книга про нее написана. Вот и все. И как бы вот весь сюжет вокруг этой книги. То есть вы читаете книги вместе с этой женщиной. Ну, условно. То есть какие-то части из книги, какие-то просто идут по сюжету, описываются. Вот. Единственное, что мне не понравилось вначале, что главы идут. То есть я немножко путалась, когда читала. Например, вот. Первая глава. Например, 2013 год. Весна. Потом вторая глава. Двумя годами ранее. То есть нужно в сознании перестроиться. Что, ну, ты как бы, когда, не знаю, как у вас, я когда начинаю читать, да, я погружаюсь в эту атмосферу, как бы погружаюсь в книгу и создаю себе в голове сюжет, который разворачивается каким-то образом, да, там по книге или каким-то отдельным сюжетом. Это я чуть позже расскажу про следующую книгу. Но я создаю себе какой-то сюжет, и он разворачивается, как бы у меня в голове, по мере прочтения книги. И я начала ее читать с 2000, то есть я начала ее читать пару месяцев назад, я имею в виду, что началась книга с 2013 года, да, а потом вам бац, и следующая глава двумя годами ранее. И тут надо, блин, мозг себе разделить на две части, в одной части двумя годами ранее сюжет происходит, а в другой части, типа, как в наше время. И дальше, то есть следующая глава опять весна 2013-го, следующая глава опять двумя годами ранее. То есть вот так вот меняется, меняется глава где-то до, наверное, 15-й главы, а потом как бы все соединяется воедино. Ну, немножко это странно, для меня, я не привыкла так скакать с одной эпохи в другой, то есть, ну, как-то не люблю я такого плана книги, это, наверное, единственный такой минус, ну, не относящийся к самой книге, то есть это стиль писателя, вот, и это мне не очень нравится, такой стиль, вот. И что хочу еще сказать, ну, собственно, по книге ничего такого особенного, то есть тоже, как бы развивается сюжет, вы его, в него погружаетесь, вы его читаете, знаете, какие-то события по этому сюжету, то есть думаете, что вот она вся, где-то в середине книги там раскрывается некая тайна, да, и вы думаете, что вот, блин, это все, а смысл тогда дальше читать, как бы, ну, то есть дальше ты знаешь тайну, и дальше идет текст такой равномерный, размеренный, без каких-то событий, поэтому появляется мысль, блин, а это все, все тайну раскрыли, а смысл тогда до конца дочитывать, вот. И в итоге получается какой-то кусок очень нудный, ты читаешь этот нудный кусок, и в конце все вообще переворачивается с ног на голову, вот это единственная, как бы, наверное, плюс этой книги, что концовка, опять-таки, неожиданная, то есть ты надеешься, как бы, что ты уже все узнал в середине книги, а на самом деле концовка совсем другая, и я даже пару раз клакнула при чтении этой книги, потому что очень такие моменты рассказываются, и когда раскрывается тайна в середине книги, очень такая она откровенная, и в конце тоже вся правда всплывает, и это тоже довольно откровенно, вот. Но скажу вам, что книга это 18+, потому что здесь очень много упоминается откровенных слов. Я даже не рискну повторить, хотя я человек совершенно нестеснительный, но просто не хочу это вот так вот, в открытую, на весь мир произносить это в слух, знаете, как бы это не в моем духе. Вот, в общем-то, есть откровенные слова, очень откровенные, очень, как, не знаю, как в Камасутре, наверное, вот. И, ну, может быть, не 18, может быть, 16+, глядя на нашу современную молодежь, но суть в том, что эта книга не для, там, 12-14-летних девочек, но еще и потому, что она очень тяжело читается, то есть там есть, там, как бы, так все написано, что вначале очень-очень, не то чтобы нудно, но очень растянуто в самом начале, а потом уже идет, как бы, разгрузка сюжета и идут какие-то события. Вот, но это не детектив, то есть я брала его как детектив, думала, что там просто очень расчлененка какая-то такая суровая, ну, там ничего такого нет. Вот, ну, порекомендовать, я даже не знаю, на любителя, если вы любите читать книгу в книге, то да, если вы любите просто книгу, то нет, наверное. Следующая, собственно, «Девушка в поезде», сюжет я не буду читать, потому что это такая нашумевшая книга, и, в принципе, название говорит само за себя. Но хочу сказать, что когда я ее покупала... Так, хочу сказать, что когда я ее покупала, я понятия не имела, что эта книга будет экранизироваться, и вообще, что она какая-то суперизвестная. Просто я увидела название, почитала отзывы, и все, и мне понравилась книга, я ее взяла. Вот, что могу сказать? Читается на одном дыхании, я прочитала ее тоже где-то порядка за неделю или полторы. Там, по-моему, четыре сюжета параллельных. Но, слава богу, они все в реальном времени происходят, то есть, как бы, в один период времени. Вот, но это действительно детектив, как и заявлено, но немножко с другой позиции. То есть, никаких там расследований нету, там только один раз упоминается, по-моему, и два раза про полицию. Все остальное, этот детектив строится на основании вот этой вот девушки, которая из поезда что-то увидела и вообразила себе преступление. Вот и весь детектив. Но, на самом деле, я вам скажу, что, когда она понимает, что что-то произошло и решает сама все узнать, тут начинается самое интересное. И, опять же, концовка совершенно неожиданная. Я вообще такого даже предвидеть, даже предположить не могла. То есть, когда произошло убийство, там есть убийство, там есть убийство, вот, как бы, по книге подозрение падает на одного человека. И вся, как бы, дальше сюжетная линия крутится вокруг этого. Но, там, через какое-то время, ближе к концу, вы понимаете сами. То есть, вы не узнаете, что вот вам... Прямо книги написали, что, нет, убийца другой человек. А вы в процессе чтения, вы понимаете, что убийца совсем другой человек. И это так круто, когда ты читаешь и понимаешь, как бы, весь сюжет, ты, как бы, ну, его прокручиваешь в своей голове. Это очень довольно-таки здорово. Ну, прям, я не знаю. Но эта книжка хорошая, мне понравилась она гораздо больше, чем «Совпадение». Вот. И хочу еще что-нибудь из такой же серии взять, почитать видео у кого-то в обзоре. Несколько книг с отмазанным названием. В общем, думаю, что возьму еще что-нибудь из других серий. Вот. Так что, вот эту книжку могу посоветовать. Те, кто любит детектив, закрученный сюжет, неожиданную концовку. Вот это, да. Очень хорошая. Дальше. Дальше у меня была вот такая вот катушка синих ниток. Я даже не знаю, что сказать. Книга прошла как-то мимо. То есть, ну, я ее прочитала. Она читалась очень долго, очень нудно. Она как-то... Вначале нам дают затравку, но потом эта затравка никак не развивается. И весь сюжет, он как-то тянется из главы в главу. Его, конечно, интересно читать. То есть, ну, я даже читала не столько потому, что мне интересно, сколько просто не люблю начинать книгу и бросать ее на середине. Или там на начале и говорить, что фу, мне не понравилось. Я в любом случае зачитаю ее до конца и выскажу свое мнение. Вот. И книга, она такая... Ну, то есть, вот вначале вам дают какую-то затравку, да, и все. И она на этом обрубается и кончается. Дальше вы читаете сюжет, и он как бы продолжается, он ни о чем. Ну, так, он о жизни людей. Но какой-то особый, не знаю, особого шарма, особого закрученного сюжета в этом нету. И в конце тоже, как бы, неожиданный поворот такой события. То есть, неожиданная концовка, но при этом ее как бы и нету. То есть, когда вы дочитаете до конца книги, да, то хочется еще чего-то. То есть, ну, ты дочитал до последней странички такой, как бы, выказать, дочитал до последней странички, перевернул, а там все. И думаешь, блин, а где концовка-то, начинаешь ее искать, концовки-то нету. Вот, то есть, ну, очень странная книга на любителя. Я даже не могу вам передать ее. Я сейчас прочитаю аннотацию. Я вам сейчас прочитаю аннотацию, чтобы вы немножко, как бы, поняли смысл книги, может быть. И потом я еще какие-то добавления сделаю, наверное. Уйченки всегда удивлялись своей сплоченностью и едва уловимой особой. Это была семья, которой все по-хорошему завидовали. Но, как и у каждой семьи, у них была и своя тайная, скрытая от глаз реальность, которую они сами толком не осознавали. Эбби, Ретт и четверо взрослых детей в своем багаже имеют не только чудесные воспоминания о радости, смехе семейных праздников, но и разочарование, левность, тщательно оберегаемые секреты. В романе Энн Тайлер, одной из лучших современных писательств, разворачивается история трех поколений одной семьи. Трогательная, но совсем не сентиментальная, драматичная, но смешная, очень глубокая, но простая. Я когда читала комментарии на сайте и выбирала книгу эту, во-первых, я выбрала ее, наверное, по обложке. То есть обложка такая, ну как, и в то же время многозначительная, и в то же время какая-то она странная, то есть она не соответствует названию, не соответствует смыслу книги, наверное, так, судя по комментариям. Книга, я даже не знаю, я бы не советовала людям, которые любят закрученный сюжет и неожиданную концовку, я бы не советовала. Очень нудная, очень тяжело читается. Да, там разворачиваются разные эпохи, рассказываются разные, как бы, кусочки из жизни одной большой семьи, но никаких там убийств, ничего такого не происходит. То есть когда я читала комментарии к этой книге на сайте, многие писали, что там интересный какой-то супер закрученный сюжет с неожиданными поворотами. Нет там никаких поворотов. Опять же повторюсь, в самом начале книги вам дали затравку, которая потом никак не развивалась, про нее все забыли. И в конце только они вспомнили, и то так вскользь. Типа вообще просто, просто упомянули. В общем, я даже не знаю, ну не самая лучшая книга, и положу ее на полку, не знаю, может быть ее куда-нибудь поменяем. Так, дальше была вот такая вот книжка. Я ее взяла на самом деле только потому, что я большая фанатка Ирочки, и вот здесь она мне при встрече оставила послание. Ну, что про книгу могу сказать, что в принципе она читается легко, тоже я прочитала ее где-то за неделю. Ну, книга, она не совсем про уборку или что-то такое, ну, как все успевать называется, да? Ну, не совсем, книга не раскрывает секрета, как все успевать. Здесь просто такие приводятся маленькие советы, какие-то лайфхаки по тому, как можно убираться в своем доме с выгодой для себя, то есть выигрывая время. Вот, и при этом меньше усилий делать. Но ничего нового, как бы, я не скажу, что здесь есть что-то новое. То есть здесь приводится так, как бы, информация приводится таким образом, что вы это все уже сами знаете, просто здесь грамотно написано, так что вы понимаете, что, поли, я же об этом сама знаю, просто никогда бы не подумала, что это действительно так и есть, и так нужно делать. Вот. И Ирина очень хорошо написала, так скажем, таким разговорным языком, и ощущение такое складывается, что ты читаешь книгу, которую написали прямо специально для тебя. То есть очень простой язык, никаких научно замороченных терминов, очень все просто и легко написано. И легко читается. То есть читаешь просто на одной волне. Тут, например, по главам, да, приводится задание, то есть ты прочитал главу, в конце главы задание, там, или подумать об этом ночью, или что-то, какое-то задание, собственно, выполнить. Но я не обращала на это внимание, поскольку я пока еще только начинаю свой путь, я не супер фанатичная в плане организации. себя и в своем времени, и в своем пространстве. Вот. И я как бы решила... Итак, давайте же закончим. На чем я остановилась? Книга... Так. Книга написана довольно простым языком, таким легким, как будто специально для вас написана, то есть все понятно, никаких заковыристых заумных слов, вообще никаких особых негативных, негативных умств нет. Очень хорошая книга, очень простая для тех, кто хочет понять принцип каких-то таких вещей, вот как что-то сложить, как что-то уложить, как что-то убрать, куда-то деть, и все это быстро. Вот. Ну, в общем, единственный, только единственный такой момент, Ира здесь советует компьютеры, от пыли, чистить пылесосом. Вот я вам никогда бы не посоветовала ни за что, никогда, ни при каких обстоятельствах этого не делайте. Потому что те, кто разбирается в компьютерах, хотя бы чуть-чуть, или очень много, например, мужчины, они еще любят в компьютерах разбираться. Никогда. Вам любой, не знаю, там, любой айтишник какой-нибудь, или любой мужчина, который хорошо разбирается в компьютерах, скажет, Никогда. Вот ты, наверное, сумасшедшая, если ты это делаешь. Никогда не чистите твой компьютер, ни ноутбук, ни там, не знаю, компьютер стационарный, никогда не чистите его пылесосом. Потому что вы можете потерять свой компьютер навсегда. Вот. А так, книга вполне себе хорошая, ну, как бы, с точки зрения организации, какого-то хранения вещи или организации своего времени, ну, не знаю, я, наверное, буду ее второй раз перечитывать, чтобы уже понять каждый фунтик отдельно, и, может быть, делать себе какие-то померки с книгой. Вот. Но так, как бы, вот, в общем, книга легко читается на понятном языке. Я советую. Для тех, кто начинает свой путь и хочет понять, с чего же все-таки начать. здесь именно вот собрана такая информация, которая дает понять, как собраться самому себе, собраться с мыслями и приступить, собственно, к тому результату, начать путь с того результату, который мы себе в голове рисуем, и вот какими методами к этому результату идти. Вот. Ну, я повторюсь, я брала эту книгу только потому, что я большая фанатка Ирочки и очень хотела, чтобы она мне дала свой автограф с этой книгой. Вот. Дальше у нас идет вот такая книга. Немножко для меня Фабьен Феррер «Тёс дьявола». Потому что там не видно как-то было. Немножко для меня такая необычная тематика. То есть здесь, по-моему, 16-й, да, 16-й век Франция. И книга такая в историческом стиле, то есть там не просто вот мужчина и женщина, а там граф какой-нибудь знаете, я вам кратенько прочту аннотацию. И, наверное, вы все поймете в принципе сами. Руан. Ноябрь 1594-го года. В поручении Генриха IV Амбруаз Расбрюн 8-й Грандеблёс ночью проникает в церковь Семникет. Ему нужно выкрасть некое письмо, ведь если оно попадет в чужие руки, король Франции может лишиться трона. Заговорщик протягивает руку к бесценному пергаменту, но в горло ему вонзается кинжал. На осете в воскверненной церкви находят распятого графа и чаши для святой воды полны крови. Чудовищное святотарство может снова разжечь едва утихшие распри между католиками и протестантами. И канцлер Генриха IV поручает Жирю Буйону тайно расследовать дело. Рейтар Буйон холоден, как сталь его меча. Он понимает, что руанское дело может как возвысить его, так и имидурилость в ад. Пропеченческий роман в духе Александра Дюма. Ну, Дюма я позор, мне и страх не читала, но вот это прочитала. Интересно, я вам скажу, да, это такой детектив, просто вообще ужас какой-то детектив, очень интересная книжка, очень захватывающая, сюжет очень развернутый. И концовка, конечно, предсказуема, но как бы она предсказуема не с самого начала, а вы с ней сами подходите. То есть, как я уже говорила, погружаясь в чтение, погружаясь в сюжет, вы сами понимаете, своей башкой додумываете и понимаете, как развиваются события и кто же настоящий преступник. Вот. И, в общем-то, результат, так скажем, то есть, опять, как и девушки в поезде, то есть, концовка для меня была неожиданной, то есть, то, что я думала на другого человека, а в итоге оказалось, убийство совсем не то. И для меня это был неожиданным поворотом. Книга очень хорошая, и если, ну, где-то увидите, обязательно возьмите. И читается, в принципе, ну, единственная, может быть, заминка, то, что там очень сложные имена, такие заковыристые, и из-за этого может читаться долго, но сама сюжетная линия очень интересная и захватывающая. Вот. И сейчас я читаю вот эту вот книгу, еще не дочитала, на самом деле очень классная. Вот, даже, по-моему, Ира из-за кого говорила, что книга очень тяжелая и очень тяжело читается, не знаю, она читается очень легко, очень понятно, точно так же написана, как будто для себя написана своим языком. Все очень легко воспринимается, легко это понять, и здесь как бы нету в конце каждой главы заданий, как у Иры, но при этом книга действительно несет как бы в каждой главе какую-то заложенную задачу, которую тебе нужно выполнить. Прочитав главу, даже вот без лишнего напоминания есть желание встать и начать что-то делать из этой главы, то есть там либо складывать носки, либо разбирать попешку, либо выкидывать всю одежду, ну то есть очень интересно, и мне кажется, что почитать первоисточник, с чего все вообще началось, вся эта суета насчет Флайведи и Куанмари, мне кажется, что именно вот это основание, как бы фундамент чего вся эта шумиха пошла, надо это прочитать. И это очень хорошая книга, я даже не знаю, чего сказать, очень такая завораживающая и подвигивающая вас к действиям. Тоже я сначала думаю, что прочитаю ее полностью, а потом уже буду перечитывать, сделать пометки какие-то важные. вот. Ну, даже не знаю, что еще сказать, очень клевая книга и очень советую. Не знаю, что я вот еще прочитала только половину, чуть меньше, но могу ее посоветовать, ну, очень. Даже если вот книгу Ирочки я советую начинающим, да, те, кто вот только подходит к вопросу самоорганизации, организации пространства, в котором он живет, то вот книгу Марии Кландо я советую именно, если вы уже вошли в эту реку, да, уже хотите, уже вот прям думаете, живете мыслью, как же мне изменить свою жизнь и освободить побольше времени жизни для себя, для своих увлечений, а не заниматься постоянным перекладыванием хлама из одного угла в другой, то вот Кон Мари это как раз для вас, потому что я не знаю, ну, для меня эта книга так показалась, читая ее, было желание без лишнего напоминания встать и пойти делать то, о чем в голове я только что прочитала. у Иры, повторюсь, это все в заданиях, то есть там четко вы прочитали главу и потом четко написано задание, или там подумать об этом ночью, во сне, вот здесь этих напоминаний нету, этих заданий нету, и просто сам текст заставляет себя как бы, даже не заставляет, а ты сам с собой, вот просто все бросаешь, бросаешь книгу, идешь и делаешь, и это право очень круто, и это пока что, не знаю, мировой тренд, это мой тренд и мой бестселлер в этом году, это, наверное, лучшая книга за уходящий год, и она перейдет в следующий год, потому что в этом году я вряд ли успею ее зачитать, вот, такой был обзор, я надеюсь, что вам было интересно и не слишком скучно, потому что обзор занял почти полчаса, вот, или даже может больше, надеюсь, что понравилось, может быть, какие-то книги вы присмотрели в сети и хотите их почитать, мне будет только это приятно, и я очень рада, что если мой обзор вам пришелся по душе, обязательно пишите в комментариях, если вы какую-то книгу читали из представленных, или находили ее в интернете, но сомневались брать или не брать, или где-то видели в магазинах, но также сомневались, пишите в комментариях, пообщаемся с вами на эту тему. Подписывайтесь, обязательно пальчик вверх от вас жду, обязательно комментарии, и пока-пока, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok